9 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей зарегистрировано в уходящем году. В них погибли 2 человека и 12 получили травмы различной степени тяжести. Всего же сотрудниками госавтоинспекции выявлено 257 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. В дальнейшем все они были привлечены к административной ответственности. 257 нетрезвых водителей. Получается практически каждый день по нарушителю. Подводят свою негласную статистику госавтоинспекторы. Понятно, что больше таких любителей прокатиться на авто под винными парами – выходные и праздничные дни. Почему на встречную полосу выезжаете на улицу Юбилейная? Гололюд был, конечно. Гололюд был? На яме. Например, эту нарушительницу дорожный патруль заметил по странному стилю вождения автомобиля. При дальнейшей проверке полицейские выявили сильный запах алкоголя от автоледи даже на расстоянии, невнятную речь и шаткую походку. К слову, от медицинского свидетельствования и подписи протокола женщина отказалась. Хотя употребление крепких напитков перед поездкой не отрицало. Транспортное средство нарушительницы инспекторы отправили на штрафстоянку. А с ней самой теперь встретятся в суде. На территории нашего округа жители не боятся ни увеличивших штрафов, ни лишения права управления транспортным средством. И особенно не боятся тех последствий, которые могут возникнуть во время их пьяной езды. В период праздников и непосредственно в новогоднюю ночь все подразделения полиции будут работать в усиленном режиме. Впрочем, выпивших шумахеров с неадекватным поведением на дороге замечают не только полицейские, но и сознательные горожане. О своих подозрениях они сообщают дежурную часть. Сообщить о нарушителях каждый гражданин может, в принципе, позвонив в дежурную часть полиции по телефону 421-26, либо на телефон доверия 421-52. При этом необходимо сообщить следующую информацию. Это по возможности государственный регистрационный знак, марку автомобиля, и если будет известно, это место, где произошло данное правонарушение. И, конечно, дорожные инспекторы надеются, что таких сообщений и происшествий в следующем году, и особенно в новогодние праздники, будет мало, а лучше не будет совсем. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.